Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы поговорим о малоизвестных, но отнюдь неплохих фильмах 2018 года, которые могли ускользнуть из поля вашего зрения. Пожалуй, именно на создание этого ролика у меня ушло больше всего времени, так как пришлось пересмотреть очень много фильмов, среди которых я нашел и свою любимую ленту прошлого года. Не буду скромничать, вам вообще повезло найти данное видео. Не думаю, что есть кто-то другой, способный порекомендовать такое количество малоизвестной годноты. Поэтому не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и обязательно досмотрите до конца. Там вас будет ждать новая рубрика. Погнали! Первая в нашем списке картина лета 84-го. Рассказывает она о четверых друзьях-школьниках, которые начинают подозревать, что их приветливый сосед полицейский маг и серийный убийца. Подростки проводят летние каникулы шпионя за ним, и чем дальше заходит их расследование, тем больше возникает вопросов и тем ближе становится опасность. Это на самом деле весьма добротный триллер с отлично переданной атмосферой тех лет и прекрасной игрой подростков. Если вы устали от фильмов с типичными, заезженными до дыр сюжетами и хотите чего-то эдакого, вашему вниманию лента под названием «Радиус». Очнувшись после автомобильной аварии, Лиам не может ничего вспомнить. Он пытается найти помощь, но на его пути встречаются лишь мертвые тела. Первая догадка – вирус, распространяющийся по воздуху. Но все ли так очевидно, и что же все-таки происходит? Узнать об этом вы сможете, посмотрев этот довольно-таки неплохой фильм. Господи Иисусе. Превосходная историческая драма, которую в простонародье назвали продолжением «Храброго сердца» – «Король вне закона». Лента повествует о том, как в начале 14 века шотландский король Роберт Брюс объявил войну Англии, чтобы подтвердить независимость Шотландии. От себя лишь добавлю, картина получилась невероятно атмосферной, с глубочайшим эффектом погружения. Там в самом начале есть бесперерывная, почти девятиминутная сцена, которая сразу же дает понять, что фильм будет отменным. Местами глупое кино с предсказуемым сюжетом, однако атмосферное, да и тема постапокалипсиса всегда найдет своего зрителя. Местные. По сюжету Марк и Нина планировали развестись, но их планам помешало событие, из-за которого погибло большинство населения США. Пара откладывает выяснение отношений, чтобы вместе добраться до безопасного убежища. Героям предстоит путешествие по опасному постапокалиптическому миру, в котором вовсю орудуют банды головорезов. Тот день начался, как и любой другой. А потом мир, каким мы его знали, исчез. Любите файтинги, боевики и ищите легкое, незамысловатое кинсона вечерок? Лента под названием «Несчастный случай» не даст вам заскучать. Фильм рассказывает о наемном убийце, который славится своим мастерством обставлять любое убийство как несчастный случай. Однако в один момент он перенаправляет свои таланты в обратное русло, когда его бывшая возлюбленная становится жертвой его же команды. Я давно не дерусь с людьми. Я их нахрен уничтожаю. Еще один фильм, не претендующий на кинематографическую или художественную ценность. Легкий и забавный, опасный бизнес. Лента поведает о фармацевтической компании, которая отправляет одного из своих сотрудников в Мексику, чтобы он лично передал лабораторную формулу. Однако накануне тот узнал, что руководство хочет продать компанию, что впоследствии оставит его без работы. Немного поразмыслив, герой решает инсценировать собственное похищение. Господи, помоги мне! Ты что, реально веришь в бога? Конечно, я верю в бога. Какой идиот в него не верит? Ну, наверное, я тоже верю, но... Для любителей пощекотать себе нервишки – один из лучших триллеров 18-го года «Логово монстра». По сюжету, двое молодых парней – Шон и Дерек – работают парковщиками и параллельно промышляют грабежом, проникая в дома владельцев машин. Парни успешно проворачивают кражу за кражей, но однажды влезают не в тот дом. Внутри роскошного особняка один из парней обнаруживает похищенную женщину. И хотели они того или нет, но теперь парни втянуты в игру на выживание. А теперь, без шуток, очень напряженная и невероятно тяжелая картина, которая поглощает и не отпускает до финальных титр – «Калибр». Фильм рассказывает про то, как два старых друга отправляются на выходные в шотландскую глубинку, дабы поохотиться. У одного из них ожидается пополнение, и парни решают напоследок хорошенько повеселиться. Изрядно заложив за воротник в первый вечер, на следующий день друзья отправляются на охоту. Где случается... Третий фильм франшизы «Кловерфилд. Парадокс Кловерфилда» получил весьма смешанные отзывы. Однако сейчас же, что не фантастика, то супергеройка, поэтому лично я рад и такой, хоть и полу научной фантастики. По сюжету, Земля пребывает на грани энергетического кризиса. В космосе группа ученых проводит испытания устройства, которые способны решить эту проблему. И вот первый удачный запуск устройства, но что-то явно не так. Команда обнаруживает, что Земли больше нет. Земля. Она пропала. Она большая, синяя и полна озлобленных людей. Ищи получше. Ненадолго отвлечемся от серьезных картин, разбавим топ веселой и доброй кинолентой «Рождественские хроники». В канун Рождества брат с сестрой Кейт и Тедди Пирс собираются заснять на видео появление Санты. Дерзкий замысел выливается в необыкновенное приключение, о котором дети не могли даже мечтать. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти всеми любимый праздник. Они сломаны. Точно. Вы сможете их починить? Я тюте легко. Ну и перед тем, как представить вам новую рубрику, еще одна картина под названием «Капитан», основанная на реальных событиях. По сюжету, в последние дни второй мировой, измученный и голодный девятнадцатилетний рядовой похищает капитанский мундир. Прикидываясь офицером с поручением от самого фюрера, он собирает группы дезертиров и собирается всеми возможными средствами пробить себе путь сквозь опустошенную нацистскую Германию. Ну что ж, друзья, новая рубрика, которую я хочу вам представить, это азиатские фильмы. Мы ведь обычно говорим об азиатских фильмах как? Вскользь. Однако среди них встречаются еще те шедевры, которые достойны куда большего внимания, чем половина голливудских блокбастеров. Так что погнали! Начнем сразу с трешака. Ночь идет за нами. Этот фильм, конечно, не дотягивает до рейда в плане постановки боев, однако море кровищи и тонны экшена не дадут вам заскучать. Лента поведает о киллере Триады, который на одном из заданий не смог заставить себя убить свидетельницу. В спасении жизни девочки он увидел шанс на искупление. Теперь отступнику и его друзьям предстоит иметь дело со всей мощью преступной организации, которую он предал. Конечно, у китайских фильмов есть свои недостатки, однако нельзя не признать тот размах, с которым они делают эти фильмы. Операция в Красном море – это военный боевик на очень достойном уровне. Для любителей темы – самое оно. Картина освещает историю о том, как в 2015 году во время гражданской войны в Йемене китайские солдаты помогали проводить эвакуацию из страны сотен соотечественников и других иностранцев. Я человек простой, вижу южнокорейский фильм, добавляю в избранное. Кинолента с богами «Последние 49 дней» – это сиквел отличнейшей истории о загробном мире, вторая часть которой поведает о молодом Ча Хонге. После своей трагической гибели в первом фильме он встречается с Ангелом Смерти, который предлагает ему за 49 дней пройти 7 решающих испытаний. И хотя только сами люди могут определять свою судьбу, Ангелу Смерти будет тяжело удержаться от вмешательства. Любите фильмы «Головоломки», которые способны потренировать ваш мозг? «Планета зверей» как раз такой случай. Лента рассказывает об актере-неудачнике, которого постигает сложная жизненная ситуация. Его мать уже несколько лет лежит в коме, а самого парня подставляет лучший друг. Но судьба дает ему шанс. Некий бизнесмен предлагает ему сыграть в игру «Камень-ножницы-бумага», проходящий на круизном лайнере, куда вместе с ним попадает множество таких же должников. Предлагаю рассматривать игру как шанс изменить вашу жизнь. Обратный отсчет начинается сейчас. Криминальный триллер с горами экшена, реками крови и невероятной операторской работой. Злодейка от все той же Южной Кореи. Лента поведает историю девушки по имени Сук Хи, которую растили как хладнокровную убийцу. Однако и она получает шанс на лучшую жизнь после сделки со спецслужбами. Выполнив их задание, она наконец может насладиться долгожданной свободой. Однако призраки прошлого не намерены ее отпускать, ведь бывших убийц не бывает. Вторая часть самой кассовой идеологии Индии с невероятной историей и отличной постановкой. Если и есть какой-то индийский фильм, который стоит посмотреть, то это именно он. Сюжет вращается вокруг вражды двух братьев и их борьбы за трон. Переломным моментом становится битва с дикими племенами, после которой мать нарекла младшего сына Амарендру наследником королевства. После чего старший сын Пхалала Дева и его хитрый дядя готовятся жить Амарендру со свету. За звание самого масштабного фильма этого топа поборется и Южная Корея со своей лентой «Великая битва», которая поведает о великом походе китайского императора Ли Ши Миня в 600-х годах. Имея подавляющее численное преимущество, император считал, что взятие очередной крепости Анси – дело одного дня. Однако генерал Ян Манчхун с немногочисленными солдатами будет любой ценой удерживать оборону последнего – рубежа на пути к Пхеньяну. Суровый и жесткий, повествующий об а-ля 90-х только в Южной Корее. Фильм «Криминальный город» поведает основанную на реальных событиях историю, произошедшую в 2004 году. В китайском квартале Сеула объявляются три мигранта-коллектора, и вместо того, чтобы по старинке изымать деньги у должников, сразу убивают главу одной из местных банд. Здесьшний полицейский Ма Сок До, привыкший поддерживать хоть какой-то порядок на этой территории, начинает на них охоту. Я два раза ходил на «Войну бесконечности» в кинотеатр. Как и много других, остался в восторге от того же апгрейда и еще тучи годных фильмов, вышедших в 2018 году. Однако никакой из них я не пересматривал, сколько раз, сколько посмотрел «Южнокорейскую ведьму». Прекрасный сюжет, отличная постановка и трюки. Игра главной актрисы – это вообще отдельная тема, однако больше всего подкупает нетривиальный замысел. Не припоминаю такого ни в одном другом фильме. Да что там, просто обожаю этот фильм. Сюжет строится вокруг сбежавшей с некой секретной базы девочки, которую находит фермер. Уже как 10 лет Джай Юн живет счастливой жизнью и решает участвовать в телевизионном конкурсе талантов. Вскоре после первого выступления на нее выходит странный молодой человек, утверждающий, что знает ее под именем «Ведьма» и когда-то давно она его чуть не убила. Ну и в конце еще несколько фильмов прошлого года, которые, хотя и не смогли пробиться в топ, также заслуживают внимания. Выжившие – лента о девушке, которая не успела вернуться на свою базу до темноты, и теперь ей предстоит пережить ночь в постапокалиптическом мире, населенным непонятными монстрами. Прорыв – действие фильма происходит в далеком прошлом в Южной Корее во время эпидемии зомби. Портал Альфа – научно-фантастическая лента о женщине-ученой, которая теряет мужа в автокатастрофе и отправляется в параллельный мир, чтобы отыскать его там. Закат цивилизации – картина о вторжении инопланетян с неплохим сюжетом, но небольшим бюджетом. Следующее поколение – довольно-таки неплохой мультфильм, рассказывающий о дружбе девочки и робота, очень напоминает город героев. Как это заканчивается – весьма и весьма атмосферный фильм о непонятном катаклизме, накрывшем западное побережье США. Безумно богатые азиаты – история молодой девушки, которой предстоит пережить нападки семьи, как оказалось, ее невероятно богатого мужа. Точка невозврата – кино для истинных любителей политических триллеров, лента о дипломатии во время Ливанской войны. Ну что ж, надеюсь вам понравилось видео, подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик, ставьте лайк, пишите комментарии. Мир вам и всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok